Предки наши не оставили после себя краевой концепции, хотя в пагне могли ее разработать еще в 17 веке, вполне даже в 16 веке, в классический период становления искусства могли это сделать. Почему-то сложнейшие расчеты полета планет они после себя оставили, а такой пустяк, как взаимоотношение краев, который требует просто наблюдательности и никаких технологических ухищрений для этого не нужно, почему-то после них не осталось. Концепция краев появилась только в 20 веке, причем в конце 20 века, а это важнейшие факторы глубины восприятия пространства. Важнейшие факторы глубины пространства. Итак, края сегодня принято классифицировать следующим образом. Первый и самый важный, может быть, тип краев – это так называемые края угловые. Давайте возьмем обыкновенный лист бумаги, согнем его пополам. Вот этот край будет называться угловым краем. Понятно, что существует два основных вида краев – выпуклые и вогнутые угловые края. Существуют также края световые. Что такое световые края? Опять же, берем, к примеру, лист бумаги, направляем его… Нет, здесь плохо видно. Давайте поступим так. Возьмем фонарик. Включим лампочку фонарика. Вот она. Возьмем, посветим на ладонь. Вот этот край, пятна, который образовался на моей ладони, вот этот край, это будет не что иное, как световой край. Тень, отбрасываемая предметом на поверхность, тоже образует световой край. Пространственные края – третий вид краев. Пространственные края – это края предметов, отстоящих от какого-то фона. Ну, например, вот мы с вами возьмем телефон, который отстоит от меня, как от фона. Вот это пространственный край предмета. У пространственного края есть разновидность, так называемая самокроющая поверхность, когда поверхность изогнута и кроет самого себя. Такие края называются лимбами. Самый простой пример лимба всегда под рукой в буквальном смысле слова. Берем руку. Вот этот край – это есть самокроющая поверхность. Самокроющая поверхность. Поверхность, которая кроет сама себя. Вот этот край мы назовем лимбом. И, наконец, последний вид краев – это так называемые края вещественные. Вещественные края – это края, образованные так называемыми коплонарными плоскостями. То есть плоскостями, расположенными стык в стык. Острый край, образованный коплонарными плоскостями, но при этом плоскости эти имеют разные коэффициенты отражения. Такой край мы назовем вещественным. Опять же, самый яркий пример вещественного края у вас сейчас перед глазами. Ну, например, вот этот рисунок на бейсболке. Это две коплонарных плоскости, но с разными коэффициентами отражения. Они образуют острый вещественный край. Вот эта надпись тоже образует острые вещественные края. Вот эти вставки тоже образуют острые вещественные края. А плечо мое, к примеру, это так называемый лимб. В принципе, в любой сцене мы с вами обнаружим и угловые, и световые, и пространственные, и лимбы, и вещественные края. Как видите, абсолютно ничего сложного, совсем ничего сложного. И вполне можно было составить такую классификацию еще 500 лет тому назад и начать с нею работать. И пройти тот путь, который прошло изобразительное искусство, не за 250 лет, в период барокко, а гораздо, гораздо быстрее. Ну, как уж шел исторический процесс, так он и шел. Нам с вами важно понимать другое. Нам с вами важно понимать, что эти края распределяются по-разному, по так называемым пространственным частотам. Значит, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы усилились контрасты на световых краях. А световые края лежат на средних пространственных частотах. Значит, мы должны с вами выбрать средние пространственные частоты, то есть 90 пикселов в данном конкретном изображении. Примерно 1,20 от ширины изображения. Порог всегда 0. Запомните, просто порог всегда 0. Итак, радиус – это величина, которая как раз и определит нам с вами, задаст нам с вами пространственную частоту. Amount – мера усиления. В какой степени мы должны усиливать контрасты на средних пространственных частотах? Думай, голова. Средние пространственные частоты кучкуются примерно вокруг центральной ямки сетчатки. Сетчатка по средним пространственным частотам отвечает не всей своей мощью. Поэтому, если на низких пространственных частотах и на наднизких пространственных частотах мы действовали уверенно и усиливали контрасты уверенно и достаточно мощно, то на средних пространственных частотах мы должны действовать деликатно, гораздо деликатнее, чем при приведении гистограммы к полноконтрастному состоянию и S-образному изгибу кривой, манипулируя тем самым на наднизких пространственных частотах. Поэтому я рекомендую действовать так. Я рекомендую поставить сюда курсор и аккуратненько подкручивать колесико вперед, отслеживая при этом, как усиливаются контрасты на средних пространственных частотах. Вот смотрите, я до девяточки всего лишь догнал. И давайте посмотрим. Оценивайте изображение по критерии его пластичности, то есть скульптура подобия. Стало. Было. Стало. Он сразу стал рельефнее. Давайте двинемся дальше. Ну вот это, пожалуй, достаточно. Было. Стало. Вот на мой взгляд, даже немножко перебор. Давайте откатимся. Вот где-то вот так, пожалуй, будет оптимально. Итак, было. До усиления контрастов на световых краях стало. Почему мы должны с вами вовремя остановиться? Давайте думать. Смотрите. Вспоминаем нашу с вами схему. Световые края живут на средних пространственных частотах. Но есть зона конфликта. Зона конфликта с подвысокими пространственными частотами, на которых обитают угловые пространственные элимбы. Если в результате наших действий мы чересчур усилим контраст на средних пространственных частотах, то мы можем исказить зрительскую интерпретацию световых краев, мы можем по неосторожности превратить их из световых. Либо в угловой, либо в пространственные, либо в лимб. Потому что края, живущие на подвысоких пространственных частотах, обладают большими контрастами в естественных условиях, чем края световые. Если эти края сильнее, там перепад яркостей круче, а у размытых световых краев перепад яркости достаточно мягкий. Что в этом случае может произойти, если у нас с вами сдвинется интерпретация? Если наша с вами зрительная система неправильно проинтерпретирует происходящее. А вот пример. Смотрите. А вариант. Тень, отбрасываемая вот этой группой кубиков, выглядит вполне себе тенью. Но стоит только этой тени дать черную, острую обводку, то есть чрезмерно повысить контраст на световом крае, сдвинув его в зрительской интерпретации со средних пространственных частот в подвысокие. Что произошло? Обратите внимание. А все. Это уже не тень. Это уже фигура. Это уже не смотрится тенью. Это смотрится рисунком. Вот здесь, при достаточно слабом контрасте на световом крае, он смотрится как тень, как световой край. Но вот здесь, простите, это уже не световой край, и это уже не тень. Продолжение следует...